Ну что, ребяточки, всем здравствуйте! Это смена влог, и так уж сложилось, что это 10 выпуск, и возможно он, как бы так сказать, юбилейный. Но есть маленькая проблемочка, что последний раз смена влог выходил аж 3 года назад. И я почему-то думал, да ебись оно в рот, кому это нахуй интересно, кому это нахуй всралось, и типа хули я буду тратить на это время. Но на протяжении трех лет люди мне пишут, да, когда будет следующая смена влог, каждый раз когда-то я приезжаю на смены и делаю афишу, что я вот там-то-там-то буду катать смену и забивать свои горелые никому нахуй не упертые чашки. Мне люди пишут, да, а будет ли смена влог? И так как я подумал, что надо все заново развивать, поэтому встречайте 10 смена влог Москва, Тобако, Дубровочка, забегайте сюда, и об этом заведении я сейчас немножечко расскажу. Ну а в планах у нас что? Показать работу, показать чашечки, показать миксы, и собственно как-то потихонечку поугарать с гостями. Плюс у нас здесь есть пару интересных гостей, мы к ним тоже подойдем, с ними поговорим, и собственно все, поэтому ставь обязательно Лукас, напиши какую-нибудь хуйню в комментариях, чтобы меня это как-то поддержало, и я снял наконец-то еще и 11 смена влог. И когда будет 11, соответственно там будет уже и 12, я пойму, что это вам очень нравится, вам это нравится смотреть, и соответственно я буду что-то делать. Поэтому дерзаем, это смена влог номер 10, это Москва, и еще раз говорю, катаю смену в Тобако Лаунж. Горячий что-то, что я скажу, мне забивала татава, и я был вообще в полном восхищении. И такого я нигде не попробую. Для твоего усмотрения авторское, по крепости, просто чтобы комфортно курились. Все, я понял, да, можно было поработать, покурить, потыкать в клаву. Как обычно, заработать. Так, ну что, сменочка идет, к нам тут приехал Урмат. Всем привет. Ты нам привез что-нибудь покурить из своего? Из своего нет, я так просто на шар. Ну, главное, что ты приехал, это уже хорошо. Спасибо. Я думал, что скажут, вот как раз зажали, как обычно. Ты что, этот, такси на паузу поставил? Да, конечно. Режим ожидания? Да, режим ожидания. Я понял, там что, где рейтинг не понизит? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Она отличная. Ну, и что, ребятки, я еще, кстати, на смене тоже умудряюсь интегрировать рекламу. Это у нас альпака Коко. И вот, собственно, этот человек. Здорово, мы сейчас можем пообщаться и понять, что это за продукт, где, что, как, зачем и почему. Так, ну что, давайте знакомиться. Это альпака Коко. Я его прокуриваю дома. И у меня, соответственно, вы часто видите этот продукт. Я на нем тоже курю. И могу сказать вкратце, что продукт довольно-таки интересный, хороший и очень крутое ценообразование. И, соответственно, давайте мы сейчас быстро, вкратце, дадим нашему человечку ровно минутку. И уложится ли он за минутку с тех заданиям, которые мы подготовили, чтобы все перечислить. Всем привет. Меня зовут Владимир. Я представляю бренд угля Альпака Коко. Наша компания базируется в Казахстане и в России. Мы работаем в Алмате, в Астане, в Казахстане покрыли, наверное, порядка уже 10 регионов. Я не могу тебя вырезать, резать не буду, поэтому не ошибайся. Ха-ха-ха-ха, окей. Также мы довольно-таки активно зашли на рынок в России. Мы уже представлены более чем в 10 областях. Это кокосовый уголь из Индонезии, произведенный на одном из европейских заводов. Те, кто делают один из стройки брендов для Германии и других стран Европы. По мнению наших тестов, уголь дает хороший жар, минимальный пепел. Да, иногда присутствует запах, но это уголь. И это тот материал, с которым надо работать мастерам. Круто. Вкратце, от тебя лично скажу, что уголь больше чем достойный. И на нем самое крутое курить дома, потому что есть запах, но не такой сильный, как, допустим, других углей. То, что стоит примерно столько же. То есть, в своей цене, в своем диапазоне это топчик. Поэтому, ребятки, гуглите Альпака Коко, и на него я оставлю ссылочки под видео, чтобы вы могли написать и заказать тонну по 305 рублей за килограмм. Давиных там 5 рублей из тонны, да? Бончи, ну, грамотка определенная, плюс, и оставим другой табак. И это, как бы, скажем, переживки с следующего года, этого ингазиции Бончи Микс не будет. Да, тут будет классика Бончи. Интересно. Так, урмат готов заказать кальян. Давайте спросим, урмат еще будешь курить? Хороший вопрос. Я вот смотрю на меню и вот думаю, я практически все здесь пробовал, кроме овердоза. Овердоза? Да. Давай мы что-нибудь сделаем из овердоза, и ты скажешь свое мнение. Я понимаю, тебе многое нельзя сказать, но не поверь. А мы по нашим глазам можем сказать многое. По ним будет видно. Если они чересчур сильно откроются, то это будет говорить о том, что овердоза дитчайшая хуйня, и никому нахуй она не укрой. То есть, если глаза у него останутся на том же уровне, на котором они не были, то вполне годный продукт, можно курить. Давайте. Так, так, так. Забита чашечка на белую РФ. Я специально заказал до нашего многоуважаемого азиатского друга новые РФ-ки, потому что, ну, непристойно это сдавать ему на грязных. Также кальянчик смотался, купил абсолютно новую ВУКу, потому что Урмат принципиально не курит на бушных кальянах, и даже есть, когда он пришел сюда, то есть его условие было о том, что новый кальян, новая чашка, и... Табак похуй, как бы, да, там, ну... Похуй, как дуна. Корот, чашку сделали, на ВУКе, сейчас будем ее раздалкивать Урмату, и обязательно внимательно смотрите на глаза. Как говорится, глаза не врут. Так, ну что, ты уже покурил? Да. Че, как получилось? Отлично. Я так понимаю, ты стажер сегодня, да? Да. Так нормально? Нормально, для стажера Урмату пойдет. Все, окей, в Тобако Фэмили я не попаду еще. Надо еще пару дней. А тебе как? Вкусно. Нормально? Отлично. Короче, чисто для избранных, кто шарит. Его зовут Аким. И когда к нему обращаюсь, здесь Аким, Аким, иди подойди туда, Аким, забей. Меня почему-то это дико триггерит. А-а-а, а-а-а, как греть? Как греть? Как грею я? Все очень просто. Галлаут. Четыре уголечка на прогреве. Смотрим по ситуации, чего хочет гость. Если он хочет прям очень круто, насыщенно и мощно стартануть, то греем с колпачком. Но ни в коем случае во время прогрева не продуваем. А когда мы понимаем, что наш уголь уже, то есть наш табак уже прогрелся, мы не снимая колпачок, делаем три-четыре тяги, чтобы прогнать весь горячий воздух с колпака через табак. Тем самым мы создаем типа эффект а-ля аэрогриля, блядь, кто знает. А потом уже снимаем колпачок, скидываем ненужные уголечки. Это один-два может быть там Микки Маусом, Хуи Маусом, блядь, там кто как называет всю эту хуйню. И уже контролируем температуру, выводим рабочую температуру и спокойненько отдаем гостю. И если гость хочет что-то легкое, и для него это первый кальян, то я грею без колпаков. Грею на четырех, потом скидываю два и начинаю все это прокуривать. И делаю так, чтобы это было чуть-чуть недогрето. Чтобы гость, когда взял кальян, сделал свою первую тягу, для него это не было сюрпризом супер прогретого кальяна. И он его потихонечку сам прогрел и, конечно же, к нему сам привык. Поэтому вот так вот. А еще у меня, короче, уже третий стол просит кукурузные фруктовые калии, кукурузные палочки от Крепкого Хулигана. А мы еще пачку в самом начале дня выдолбили. И его нет. Приходится выкручиваться, я не знаю как, но делаю просто что-то другое, потому что очень сложно повторить этот аромат. И кукурузные палочки у Крепкого Хулигана реально заебистые, охуенные. Тобага-Дубровка, работаем! А что ты думаешь? Тобага-Дубровка, работаем! Тобага-Дубровка, работаем! Тобага-Дубровка, работаем! Тобага-Дубровка, работаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА